Книга Экклесиаста или Проповедника, братья и сестры. Книга Экклесиаста или книга Проповедника, книга Соломона, одна из книг Соломона, которую, предположительно, он написал в старости, когда покаялся после своего падения. Ну, это мы понимаем, что действительно, книга отображает большой колоссальный опыт, а опыт – это уже конец жизни. И в третьей главе, с первой по восьмой стих, показано господство времени, братья и сестры. Господство времени, что это значит? Это значит, что Соломон говорит, что всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. И, конечно, это говорит о том, что есть нечто в нашей жизни, что абсолютно не зависит от нас. И мы понимаем, что бы мы ни планировали, куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, всегда есть вещи, которые вмешиваются в нашу жизнь и не спрашивают нас, нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет. Это как, подобно, как ледокол крошит лед, так вот это время, эти обстоятельства вклиниваются в постоянный, такой размеренный, устоявшийся образ нашей жизни. И в нашем случае, это война. До последнего никто не верил, никто не хотел. И Слово Божье говорит, время войне и время миру. И, естественно, на этом фоне, на фоне того, что далеко не все зависит от нас и в нашу жизнь, бывают вмешиваются такие обстоятельства или такие события, от которых рушится буквально все, экклесиаст или проповедник, он же Соломон, задает такой вопрос, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Что пользы стремиться? Что пользы от всего, если тебя могут постичь такие обстоятельства, то, что все, что ты делал и все, куда ты влаживался, вообще не имеет никакого смысла? Это господство времени обозначено в Иакова, 4 глава, 13-15 стих, все вы помните это место. Вы, говорящие, сегодня или завтра, поедем туда и будем покупать и продавать, иметь прибыль, и потом он заканчивает, вы, которые не знаете, что будет с вами завтра, вы под своей надменностью тщеславитесь, вы потеряли чувство того, что вы ограничены в этом мире и ограничены весьма плотно и весьма жестко, потому что масса событий, которые просто рушат наши планы и через которые Бог показывает, я хозяин тут, я тут хозяин, я хозяин над жизнью, я хозяин над обстоятельствами, я хозяин над всем и над вами в том числе. И как досадно, когда до человека не доходит одна простая истина, что все в руках Бога. Бога. И поэтому он, задавая этот вопрос, дает как бы первый ответ, видя эти времена, видя, что это все под контролем Бога, он говорит, ну и теперь что пользы, я то испытал, это все суета, дальше это второе наблюдение, это время, это неподконтрольность, тут нельзя манипулировать, управлять, тут можно понимать, и вы понимаете, если человек понимает процессы, которые текут в его жизни, или в обществе, или в мире вообще, ну, если он их досконально понимает, он в принципе может действовать безошибочно, что не дано никому из живущих, одного я знаю, который действовал безошибочно, согласно обстоятельствам, да, это Христос, это человек, который видел все обстоятельства и всю историю сразу, который абсолютно понимал план Божий и действовал абсолютно и безукоризненно во всех обстоятельствах своей жизни, но нам это не дано, и в этом первом ответе своем на этот вопрос, Соломон, приводит таких четыре утверждения, которые он делает для нас, чтобы направить нас к вере, к вере, чтобы возбудить в человеке желание верить и доверять Богу. Мы прочитаем эти стихи, третья глава, книга Экклесиаста, с девятого стиха по одиннадцатый, что пользы работающему от того, над чем он трудился. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том, все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца. И первое, на что он обращает внимание, он говорит, что видел я эту заботу, эту задачу, которую Бог дал человеку как тяжкий труд или для изнурения. Человек, это знаете, когда человек что-то хочет сделать, а у него не получается, вот он и так, и вроде все у него есть, и руки, и голова, а вот, и вот эти попытки изнуряют, так написано, что Бог дал эту задачу, чтобы люди выдохлись в ней, буквально, чтобы люди пришли к какой-то позиции, к какому-то четкому пониманию, что происходит. И мы посмотрим, как это, что за задача. Первый раз такой же аналогичный стих упоминается в 1 главе 13 стих. Он говорит, что и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под солнцем, это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись с Ним. Это первый раз, когда он упоминает это, и речь идет о постоянном, кропотливом исследовании того, что происходит под солнцем. Есть люди, погрязшие в грехах или просто глупцы, которых ничего не интересует, кроме удовольствий каких-то. они ничего не исследуют, они никуда не идут, им не нужен смысл. Но поскольку Соломон обладал мудростью, он говорит именно об этом, что Бог дал эту задачу сынам человеческим. И здесь речь идет о том, что эта задача, задача исследовать все через опыт, через наблюдение, через анализ. Бог дал эту задачу относительно времен, братья си. Времен. То есть времена приходят, события приходят, и человек пытается с ними что-то сделать, хоть как-то их осмыслить в своей жизни. События разного характера, и поэтому он говорит, что Бог дал это задание сынам человеческим, чтобы они в нем чуть ли не устали. И когда мы смотрим дальше, и мы пытаемся постоянно понять, вы заметили, что люди хотят знать. Люди хотят знать причины, люди хотят знать следствия, люди хотят знать цели, событий. Люди стремятся понять, и каждый, кто провел в Ютубе полчаса, мудрец в последней инстанции, он все понял, чем все закончится, как все началось, по каким причинам. Этот голод, это свидетельство того, что все эти события и власть над этими событиями находятся в руках Бога. Бог показывает, что происходит. Бог осуществляет события, Бог меняет времена, а люди наблюдают, людям многое не нравится, люди многого не хотят, и люди исследуют, исследуют эти события, они хотят знать, и часто создается впечатление, что эти события, они зависят от людей, ну, там, от власть имеющих каких-то, от политиков. Часто люди думают, что жалкие людишки, вот другого слова нет, потому что, ну, образ жизни этих людей, независимо от их имения, положения и влияния, ну, просто так не назовешь по-другому. Люди думают, что эти людишки влияют на процессы. Когда сам Навуха Доносор провозглашает в книге пророка Данила, что Бог действует по воле своей, как в небесном воинстве, так и на земле, и все живущие ничего не значат. Люди, не имея веры, не имея упования, не имея понимания Божьего слова, они отдают власть людям, которые сами не знают, что с ней сделать порой. Вы думаете, в их жизни все спланировано, там, тайные общества, масоны, мормоны, эти люди также сталкиваются с суверенным правлением Бога, и в некоторых ситуациях просто понимают, что ничего сделать нельзя. когда начинает действовать Бог, все люди понимают, что тут мы бессильны, что-либо сделать, все пошло не так, все куда-то, почва ушла из-под ног. И когда мы смотрим на это, то, братья и сестры, только оценка вот этих событий через Божье слово может привести человека к адекватным результатам. Только когда человек смотрит на события, опираясь на Божье слово, на то, что это слово говорит о Боге, на то, как оно описывает царей, правительства, войны, все описано. Только когда мы с этой позиции смотрим, только тогда наши какие-то исследования будут иметь хотя бы маломальский результат. Только тогда человек будет способен не запутаться. Сколько христиан сегодня запутанных, просто. Иногда смотришь, думаешь, это христианин или политик. Ты не понимаешь, что люди пропагандируют иногда вопреки Божьему слову, просто. Иногда даже тексты под себя подстраивают, под свою точку зрения. Но Божье слово не дано для этого. Божье слово дано, чтобы я смотрел на все события с позиции, с точки зрения Писания. И не важно, какие это события, хорошие или плохие, нравятся они мне или не нравятся. Я смотрю на то, что времена управляются Богом, и этого мне достаточно. Достаточно. Чтобы не погрязнуть в лишних грехах, суждениях, осуждениях и обвинениях. Чтобы не искать причину там, где ее нет, и не видеть ее там, где она действительно есть. Для этого дано Божье слово, и это первое, что Он утверждает, что мы можем оценивать события, что вот это исследование проводить только на основании Божьего слова. Все, что противоречит Писанию, ложь и заблуждение. Иного духа. Это вещи иного духа. Поэтому важно смотреть все через Божье слово. А для того, чтобы так смотреть, его надо любить, и его надо изучать. Второе, что Он говорит, что все сотворил Бог прекрасным в свое время. И это слово буквально звучит подходящим, соответствующим. То как бы на первый взгляд кажется, что это отсылает нас в бытие. Все сотворил Бог когда-то, но слова, которые в бытие и тут употребляются, это разные слова. И когда мы смотрим на этот текст, лучше его воспринять, как все сотворил Бог подходящим или соответствующим в свое время. Потому что выше речь идет о временах. И когда мы спускаемся в этот стих, мы должны видеть и понимать, что Бог согласовал события согласно своей мудрости, согласно своей воле, согласно церкви, пришествию Христа, конечной цели, Бог все делает соответствующим и подходящим в свое время. У всего есть своя причина, у всего есть своя цель, свои последствия, Бог мудр. Вот о чем он говорит. Бог сотворил все соответствующим и подходящим в свое время. и тут не написано, что это хорошее в свое время. Это может быть что угодно, но оно соответствует и подходит воле Божьей. И Бог относительно своего народа, братья и сестры, вложил величайшую благость во все эти события, потому что написано любящим Бога, призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Бог вложил туда свою благость. И когда мы смотрим на это все, мы должны воспринимать все события как уникальное правление Бога, праведное, святое и благое, а не то, что мне не нравится, я не хочу, я обвиняю, я осуждаю, отсюда вытекает куча проблем для христиан, когда люди запутываются в ропоте, в осуждениях и обвинениях, когда люди утрачивают вот эту ясность видения Бога во всем. Да, плохо, да, не хочу, мне не нравится это. И что от этого меняется? Ну, давайте скажем, что Бог не делает ничего. Все делают люди грешные, это хаос в мире, хаос. Тем более, что Слово Божье учит нас, что Бог знает от вечности все дела свои, от вечности. Весь ход истории, у Бога колоссальный план. И этот план осуществляет, вот эта уникальность этого плана просто потрясает, когда Бог действует в таких глобальных масштабах и одновременно действует лично в жизни каждого человека. Даже эти обстоятельства, сколько бы они горя не принесли, это рычаг Бога, который спустил просто, запустил колоссальный процесс, который повлиял на каждого отдельно, который сыграл свою роль в жизни каждого. Это рычаг Божий, это суд Божий, как хотите. это то, что да, это сделали грешные люди, злые, но Христа тоже убили не святые. И почему-то, когда Петр молится, говорит, что они соделали то, что предопределила рука твоя и совет твой, эти грешники убили святого Христа, и сколько было плода от этого, вы плод от этого, от того, что грешники по сути растерзали Христа на кресте, хулили, проклинали, и что? Петр от этого точку зрения поменял на иудеев? Или Павел перестал за них молиться? Это в этом уникальность Бога, что Бог зло может обращать в добро. И поэтому это второе его наблюдение, которое он делает. Все подходящее. Мы должны понимать, что и люди, и времена, и события соответствуют Божьей воле, мудрой, святой и праведной. Это конечная инстанция. Это канцелярия, где издаются указы, которые осуществляются настолько мудрыми способами. И поэтому, когда мы смотрим на все это, вот это понимание того, что не все так просто, и понимание того, что многие вещи приносят в нашу жизнь просто благость Божия, даже самые плохие вещи. Даже то, что братья хотели убить родного брата и продали его в рабство, впоследствии принесло колоссальные результаты. Израиль, о котором Бог сказал изначально, был спасен. Был спасен. И поэтому, братья и сестры, это понимание того, что Бог сделал все подходящим и соответствующим в свое время, оно избавляет нас от ропота, недовольства, от осуждения, еще раз, от поиска причин там, где их нету. Их там нету причин. люди запутываются, даже верующие. И когда мы смотрим на это, то слава Богу, что Бог дал свое слово, в котором написано, что все времена, любые времена, подходящие и соответствующие времени, месту, целям, последствиям, причинам, все гармонично. Третье. И вложил мир в сердца их, братья и сестры. При этом, как бы, какой мир, кажется, да? Вот он представляет все эти времена, вот он говорит, вообще, что пользы вообще от всех нас. Потом он говорит, что Бог дал исследовать, Бог поставил свои времена уместно везде. И тут мир в сердце, какой после этого мир, да? И это слово, которое здесь звучит, как мир, вечность означает, Аллам, вечность. Бог вложил вечность в сердца их. И что это за вечность такая? Понятно, что все люди не обладают вечной жизнью, мы понимаем это. Вечной жизнью обладает только церковь. и все. Остальные не обладают. Но суть в том, братья и сестры, когда мы смотрим на эти времена все, мы понимаем, что это часть вечности. Понимаете, что вечный Бог поместил вот это наше существование в свою вечность. Временность вот эта, она в рамках вечности находится. и мы понимаем, и у нас есть это ощущение, чувство и понимание того, мы даже, чем больше мы взрослеем, может быть, тем больше это ощущение и понимание, что вся это наша жизнь, все эти события, все эти беды, горе, несчастье, все, что мы переживаем в своей жизни, мы понимаем, что это часть вечности. у нас есть внутреннее ощущение и понимание того, что мы часть чего-то большего. Мы не просто тут собравшиеся эволюционируемые насекомые, мы часть чего-то большего, у нас есть вечность в сердце. Это чувство, это понимание того, что за пределами жизни есть нечто большее, есть кто-то больший. И даже неверующие люди часто с этим соглашаются, они готовы признать это, они говорят, да, сто процентов, что-то есть, как-то есть, разум там какой-то или еще что-то там, они не знают Божьего Слова, поэтому мы должны понимать, что они не могут анализировать. И когда Бог творил человека, человек жил вечно, братьясь. Адам, если бы, скажем так, не Ева, а та сказала, что Сатана, в принципе, да, то мог бы жить вечно, имел перспективу вечной жизни, ну так ведь? то есть он был в вечном состоянии, заметьте, ему ничего не надо было делать, ничего, Бог сказал просто, вот есть ограничения, вот когда выйдешь за эти ограничения, там уже жизни нет, вот тут есть жизнь, вот тут ходи в этих, в этом ограниченном моем пространстве святом, и ты будешь иметь жизнь. Конечно, после грехопадения все рухнуло, Адам был в панике, но чувство вечности, вот этот отпечаток Божьего образа, он остался, человек, даже самый, мне кажется, отъявленный атеист понимает, что все не так просто. И мы, конечно же, братья и сестры, мы чувствуем, что мы часть чего-то большего, мы чувствуем и понимаем, что вот это все, это всего лишь какой-то этап чего-то грандиозного, мы попадаем в какую-то такую картину большую, большую картину вечного Божьего плана, вот как есть, мы сейчас попадаем туда, сейчас, сейчас у нас есть чувство и понимание того, что есть нечто высшее, большее, то, что движет всем, управляет всем, ведет церковь, создает, это чувство внутри, и Бог вложил это чувство в нас, чтобы мы оценивали свою жизнь с позиции вечности, тем более мы, когда мы, новозаветные верующие, когда нам обещана жизнь вечная, Христос говорит, помышляйте о горнем, где Христос, одесную Бога, а где Христос, одесную Бога, вечности, братья и сестры, это его природа, это его состояние, он там пребывает вечно, и поэтому даже неверующим людям лучше так оценивать свою жизнь, лучше, это порождает чувство ответственности перед Богом, когда ты понимаешь, что есть кто-то, кто определяет все, и есть кто-то, кто преобладает над всем, то нужно разобраться, кто это, и как он смотрит на мою жизнь, конечно, когда грешник не берет в учет ничего, то какие результаты у него в жизни будут, похоть и все, грехи его просто закопают тут, под солнцем, под солнцем, как написано, как и Клисяц оценивает, под сон, они его закопают под солнцем, человек придет к разочарованию полному, к полной трагедии, поэтому, ну, осознавая, что есть что-то большее, конечно же, мы понимаем, что, ну, это вера в Бога, когда ты спрашиваешь человека, там разум какой-то, какой разум, Бог есть, он разум, да, у него есть разум, но у него есть и имя, и сын, у него есть все написанное об этом Боге, он буквально оценивает вообще нашу жизнь с позиции чуть ли не верующего человека, знаете, вот смотрит на это, вот как, он не берет ни церкви, в церкви нету тогда, когда Соломон пишет эту книгу, он оценивает, и он говорит, и у меня есть чувство, что Бог выше, у меня есть чувство вечности в сердце, и последнее, братья и сестры, это ограниченность, он говорит, хотя человек не может понять того, что делает Бог от начала и до конца, и это очень интересный момент, нам легче в этом плане, братья и сестры, потому что, смотрите, когда он хочет оценивать вот это все, он не приходит к результатам, он говорит, все равно непонятно, мы, новозаветные верующие, у нас есть откровение Божие, у нас есть буквальное откровение, это Иисуса Христа откровение, книга откровения, которое чертит вечный Божий план, которое вот это чувство вечности, которое Бог вложил в наше сердце, удовлетворяет, потому что в этом случае мы удовлетворяемся, мы понимаем, что вот что хочет тот, кто правит над всем, кто выше всего, вот его план расписанный полностью, да, детали понять очень трудно, мы даже при наличии такого откровения, мы не понимаем от начала до конца, что делает Бог, не понимаем, мы видим детали какие-то, мы видим какие-то очертания, иногда неправильно даже видим, но у нас есть преимущество перед неверующими людьми, у которых вообще нет осознания какого-либо плана, и упорядоченности мира, потому что план это упорядоченность, правильно, есть в плане первое, второе, третье, четвертое, вот Мессия, вот Церковь, вот Израиль, вот Тысячелетнее Царство, вот Вечность, в плане все логично и понятно, поэтому у нас есть преимущества, но у Соломона нет таких преимуществ, братья, когда он пишет эту книгу, он вообще как бы не видит даже Христа, он верит, что Мессия будет, он знает, что Мессия будет, но у него нету книги Откровения, у него нету Нового Завета, он не читал послания апостола Павла, как мы, он фессалоникийцам не читал, эфесянам не читал, евреям не читал, он не читал пророков, которые были после него, он еще находит, он даже о жизни вечной пишет, кто знает, дух сынов человеческих всходит ли вверх, он анализирует, вы понимаете, с какой стороны, с той, что у него нет Нового Завета, и они верующие вообще не видят Божьего плана, и поэтому, братья, сестры, это напоминает такой пример, мозаика большая на полу, знаете, такие маленькие камушки, выкладывается мозаика, картина большая, и когда муравей ползет по этой мозаике, ну, он ползет в черный кубик, он ползет все черное вокруг, ну, это похоже на нас, как мы смотрим на происходящее событие, вот у нас черный, вот белый кубик, он ползет, ну, белый, все, картины нет, он не видит целиком, чтобы увидеть картину целиком, надо как минимум быть птицей, как минимум, братья, сестры, и, конечно же, у нас есть преимущество в Божьем Слове, что мы хотя бы очертания и границы этой мозаики можем уловить, мы хотя бы можем понять, кто выкладывает ее, и это очень важно, это очень важно, потому что когда люди не улавливают Божьего правления, они запутаны, дезориентированы, они приписывают людям то, что им не принадлежит, они находят причины, которых вообще нету там, они следствия, у них все искажено, посмотрите на анализ событий неверующих людей, вы убедитесь в этом, некоторые даже верующие запутаны в этом отношении, они не могут анализировать так, есть такая башня строится, она странно называется Бурдж-Джида, она строится в Саудовской Аравии, высота ее больше километра, да, ее еще не достроили, братья и сестры, у них уже есть одна башня, они решили вторую построить и как бы стоимость ее 1,2 миллиарда долларов предварительная, строители знают, что если ты посчитал стройку, когда приступаешь к работе, умножь хотя бы на два, и суть в том, что это уникальное строение вообще, с уникальным бюджетом, с уникальным инженерингом, и суть как бы не в самой башне, а суть в том, что когда приглашают человека, который должен построить вот такое, то мы понимаем, ну, какие люди туда приходят, это люди во-первых, высочайшего уровня знаний, высочайшего, запредельного, я думаю, там работают лучшие в мире на таких стройках, это люди колоссального опыта, у которых за спиной ни одна башня построена, и у которых ни одна еще не упала, это люди, которые приучены видеть ошибки, имеют мудрость и знают, что если сделать так, будет то, если то пойдет так, то будет так, и мы понимаем, что они не приходят и не берут студента, который только что закончил строительный институт с отличным дипломом, все пятерки, все там красный диплом, какой хотите там, бордовый даже, и говорят, ну, пошли, вот башня есть построить, ну, в километр, что там, конечно же, нет, и к чему это все, братья и сестры, когда мы не понимаем событий, когда мы не можем оценить правильно причины и следствия, когда мы не можем до конца понять Божье дело, по сути, Соломон призывает нас к вере, довериться тому, у которого безграничное знание, который управляет всеми процессами на земле, который сохраняет в этих процессах этот призыв к вере, он смотрит с позиции просто аналитика, философа какого-то, и он это делает для того, чтобы мы, устав от этих исследований, доверились Богу, у которого нет ошибок, который, если что-то строить, то оно никогда не рухнет, никогда, братья, и это такой призыв, и мы понимаем, что мы должны к этому прийти, должны, он это делает, мы не можем понять дело Божие от начала и до конца, мы отчасти знаем, отчасти проповедуем, все отчасти, и поэтому его вот этот призыв, это как эта стройка огромная, все, все, кто вкладывает деньги, все, кто участвует в этом проекте, все равно есть один человек, один, который управляет всем процессом, в нашей жизни этим процессом управляет Бог, абсолютно, точно, безоговорочно, мудро, и поэтому мы многого не можем понять, мы многого не можем осмыслить, мы часто задаем вопросы, почему так или так, суть не в вопросах и не в ответах, мы ответы может не найдем вообще здесь, суть в том, кому мы доверяем и как мы доверяем, это очень важно, это то в принципе что хочет добиться Соломон, он хочет чтобы мы не были людьми, которые пытаются понять то, что понять невозможно, посмотрите на неверующих, куча аналитиков, политики, все высказываются свое мнение, тот наслушался того, тот того, вещуны, колдуны, гадатели, все это по одной простой причине, что человек не может понять дел, которые делает Бог от начала и до конца. И люди грешат в этом, люди принимают какие-то мнения, нагружают и без того искаженный мозг, но когда мы смотрим на главного архитектора, на того, кто двигает весь этот мощный проект, тогда нет вопросов. Есть описание воли Божьей относительно нас, она благая во всем, братья и сестры, во всем, вот нету, нам иногда кажется, что это, да, это может быть тяжело, это может быть очень трудно, но это не может быть без Божьей благости и без Его суверенной воли, не может быть, братья и сестры, поэтому слава Иисусу Христу за то, что мы не претендуем на то, что мы знаем там что-то, знаем детали, знаем начало и конец, есть тот, кто знает, но мы знаем того, кто двигает всеми процессами и быть в Его руках, верить в то, что Бог руководит твоей жизнью, это огромная святая радость перед лицом Божьим, который хочет добиться Соломон в своей книге, это вся книга про ограничения Божьей, это вся книга, люди не хотят ограничений, хотят жить, как хотят, а Бог все время показывает, что нет вашей власти тут, не знаете, что завтра будет, и поэтому слава Иисусу Христу за то, что у нас есть кому доверять, братья, есть на кого положиться в любых обстоятельствах нашей жизни, и все будет максимально мудро в вашей жизни, максимально эффективно и максимально в Божью славу. Хвала Господу за это.